здравейки ребята вы на канале формат маг ну что же думы тернул обзор от буржате одно из наверное лучших игры за последние несколько лет до сих пор самый спешной скандалы продолжаются все из-за саундтрека мика гордона звездец я искренне не понимаю что там происходит и как можно долго эту ситуацию рассасывать но это не отменяя то факт что игра просто охренительно как и doom 2016 так и и тернул вышли отличными играми на личным геймплеем прекрасной графикой отличной производительность реально пред факт того что эту игру запустили даже до сраным свече и она работает там стабильно просто ах тут но давайте уже заценим что же думать буржать что он нам поведает о данной игре погнали вот здорово че это дайте даже сам буржать или это у нас или это у нас какой-то как говорится его знакомый которого есть шикарный шлем зайчики в думе это святое крем и боксерский поединок двух зайцев замки и самца и куда он светлее ты чё молока добавил пуская подобный брачный ритуал может длиться часами это удивительное но редкое зрелище зайцы исчезают с полей европы а теперь главным новостям вирус распространяется по вселенной два дня назад был введен жесткий режим карантина в измерении ада альтернативно живых просят оставаться дома и не пользоваться порталами в другие миры вы сами все слышали чтобы не заразиться моете руки и по возможности старайтесь работать из дома многие предприятия уже вышли на удаленную работу по лучшему и бать не вынесло уши но это было прекрасно посмотри-ка все больше нет моих сил удаляю на четвертом уровне хватит меня давить этим задавили день рождения от кусок распиаренного не думая поверьте я знаю что он говорю на первой плойке были первой части в детстве а оказывается серия может быть более быстрый более динамичный ахи лечил а чё ты блять ожидал а ты чё ожидал что геймплей останется таким же как в первой части но это понимал он говорит про этот final doom на первой лайки то есть сука он серьезно блять все задумался от геймплей более такой медленный более размеренный шутерный геймплей первого дума останется он все еще хорош не спорю но если все просрали спина мозговой шутер просрали ты поняла желтый цвет в игру добавили все для лгбт теперь атмосферу испортили где-то лягового помещу вы нули вы нули нас железных коридоров это ж надо а не не ну вот как они могли вот все что от них требовалось это добавить новых фишек в игру они шо сделали они добавили фишки в игру который я не хотел я хотел другие фишки мне не нравится ой 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 я ему реализм я люблю дум за реализм я вот специально 40 минут поиграл в окно выглядел реализм вообще блять первую думаю играли там реализмом даже сука и не пахнет там блин ёбаные огромные летающие как а демоны с игры будет отчасти кому-то может пугали но мультяшный там не пахнет да и здесь где здесь нету реализма блять 10 графон на таком уровне что глаза как говорит саш лезут а там не так я недоволен что они вообще сделали спать прошел 16 года не испытываю атмосферу удовольствия в дым должен быть страшно ржиторжение а для меня дуб это тут тысячи его она понятна у нас фанат тум-3 я не против таких фанатов но ум это не чистый хоррор дум это шутер шутер главное чтобы он был видеть динамично вам приятно было стрелять потому что чем цеплял doom именно вот дом 3 тем что это был очень неплохой ужастик но никак не классический doom опять же я могу понять кому нравится doom 3 но опять же на любителя и страшный сюжет не играешь на все заплаченные бабло для того что видел думать терна лучше вообще не видел какая-то лгбт игра с разноцветными пидорами из которых сыпется какая-то разноцветная хуйня херовая туча непонятного арсенала демона ножи заброска демонов свидание дуб 3 из портили классику негативные отзывы думы тернул это самое смешное что я недавно читал добро пожаловать в лес ретартов где слишком сложно играть на самом высоком уровне сложности сложно играть на высоком уровне сложности блять нет сука сложно блять срать когда ты нажрал со всякого говна у тебя запора это блять а что ты хотел тебя поголовок такой прилетит как а демон с нимбом на башке такой знаете святой как а дема святой как а дья это не дьявол как а ангел как а ангел прилетит такой с нимбом на голове погодите погодки все будет хорошо все будет легко интернет ретардейшн welcome to the internet ретардейшн мне нужен блять тилфи фрэнк чтобы с этим говном выжить а высокие баллы положительные отзывы думы тернул все сплошь проплачены вообще хвалить любую игру в наше время нельзя ведь в таком случае тебе обязательно занесли чемоданы меня вот тоже недавно спалили я вот 2020 решил пропиарить вангеров 93 года у них же до сих пор рекламная кампания идет а еще мне принесли две коробки с деньгами за рекламу сервера в майнкрафте я правда не сразу заметил коробки на фоне остальных но это даже хорошо а вот теперь ролик по думы тернул проспонсирован министерством обороны российской православной церкви так что я вообще в шоколаде а вы без претензий могу игру хвалить сколько угодно поэтому сейчас я с религиозным рвением буду продвигать учения аркадных шутеров а всех несогласных в печь возможно вы подумаете что я сейчас буду рассказывать про то как здорово взять в игре оружие стать пациентом дурки без мозга рвущегося в бой на десятки противников крошить все это гиппэй куда-то слегка замедлил а потому что просто фпс очень такой низкий ах фарш не обращая внимания на сюжет но нет про call of duty мы поговорим в другой раз ведь я поведаю вам об аркадных шутерах которые намного сложнее продуманнее чем спинномозговое кино про войну несмотря на сложившиеся мнения аркадные шутеры далеко не тупые они просто про геймплей и скилл игрока да да я знаю ты сейчас не особенно популярно 1 аркадные шутеры такие как думы вольфенштейн поощряли реакцию скорость у противников были стартовые позиции слабости к определенному оружию которые можно было заучить и погрузиться в непрекращающийся поток движения и чем больше ты заучиваешь тем плавнее и брутальнее ты проходишь уровне нет и самое смешное даже первый дум до сих пор охрененно играется реально блин вот многие говорят смотрите на 1 дума думать по как в это играть можно моем совет ребятки поставьте такую вещь как brutal doom играйте в удовольствие это будет просто незабываемо сейчас сурс портов и прочего как говорится контента под старые думы дофига особенности совет еще попробуйте потом это brutal doom 64 вот эта тема тем кто любит вот хророк в стиле третьего дума вам блять зайдет так как осу или геометри дэш только с пушками кровью и вьетнамскими тоннелями вместо уровней серьезный сэм немного улучшил эту формулу добавив противников которые занимают бою определенные роли и комбинации этих противников создавали уникальные ситуации с различными тактиками ведения боя а потом кому-то пришла превосходная идея поместить аркадные шутеры в рамки call of duty а если ты помещаешь аркадные шутеры в рамки call of duty то значит надо сделать сюжет а какой надо делать сюжет если у тебя игры про демонов конечно же мрачный и серьезный так и появились богомерзкий doom 3 и квейк 4 вот квейк согласен он так себя вот не сказал бы что дом 3 прям плохой нет он достойный просто он вообще говорится отбросил многие вещи характерные думу это знаете скорее какой-то вот не продолжение не ремейк а прям пирс мы полное переосмысление сереб сказал то что но я на многих моментах ты не ощущаешь что это doom и люди мечтавшие о думе и квейке сюжетом и кинематографии осознали насколько их мечты были извращенскими но вот тут то повылезали ценители атмосферы который до сих пор защищает doom 3 требуют его прямого продолжения давайте-ка я быстро объясню почему я не буду дружить с такими людьми doom 3 в свое время было самой технологичной игрой самой красивой графикой в мире но этого никто не увидел потому что 90 процентов игры происходит сука в темноте это как показывает слепому за вы потому что у всех были такие мощные карты железо нужно было неплохое для этой игры очень неплохое ну и если у вас есть версия для xbox но она в некоторых моментах по графику очень кассированы ходит все еще нормально и самые красивые картины всех времен и ждать от него одобрения но нет 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 мы все не правы это atmosfere ясно вам тупни хотите сделать атмосферную игру создайте металлический коридор снести яркость до нуля и дайте персонажу фонарик все вот вам подробный гайд игроки будут в восторге ну и самое главное забудьте на базе на огромной базе добавить такую вещь как скотч ну или клей потому что надо либо какой содержать винтовку ибо фонарик а приклеить ее я не получится почему ну блять скотч это древняя разработка каких-то не знаю про то про тоже даже до латышей поэтому мы не знаем что такое блять будущее у нас скотча нет простите бред кажется несусветный даже если не сравнивать doom 3 с его менее атмосферными предшественниками это абсолютный кал говна как хоррор он не работает потому что у тебя в руках оружие любого противника ты распиноваешь на раз-два и как шут ну не знаю меня лично как хоррор он да в некоторых моментах пугал до атмосфера там очень даже неплохая опять же я не назову ее прям любимой игрой но и говном ее даже язык не повернется назвать это уж лично мое мнение тердум 3 тоже не работает и дело даже не в том что тут два противника на коридора потому что до bfg эдишен главный герой мог носить либо фонарик либо оружие то есть если в свете фонарика появился противник вам нужно переключиться на дробовик и стрелять в темноту фактически наугад но чаще всего геймплей вовсе выглядит вот так вам понравилось атмосферно классно а еще бы ведь после таких атмосфер квейк решили возродить как неудачный онлайновый шутер а вольфенштейн отдали на эксперименты ну и кстати последние два вольфенштейна умудрились быть колландитеподобными при этом задорными но все равно боже упаси во что вы превратите от рукавого блять а что же сделали новые авторы doom а они все сделали максимально правильно сначала не хотели сделать драматическую историю про людей борющихся с демонами но чуть позже подумали и сказали не убираем катсцены с вертолетами добавляем геймплей и doom стал игрой для беспредельщиков интеллектуалов видите ли какое дело если у тебя есть деньги на катсцены режиссера то ты уже можешь сделать неплохой клонк love duty а если еще и роботов добавишь там или суперспособности то это уже уникальная игра по заветам но если ты в бухаешь все деньги в аркадный шутер сотни пулеметов и миллионами противников на локацию ты глупокол ососнешь хотя казалось бы этого же все хотят чтобы было громко много просто и кроваво но это действительно скучно примет просто и кроваво нету же блять спасибо нам нужен челлендж грамотно построенный буквально не просто тупо раскидать врагов одессе рассчитать то как они будут двигаться позиции арены которые будут действительно заставлять тебя постоянно выживать и грамотно пользоваться как-то ими возможно так и оружием что вот реально многие люди думают что doom это прям максимально тупая игра в своей как говорится основе что в ней нет ничего такого что заставил бы как-то тебя думать хер там плавал либо ты запоминай что как работают арены как работают в противники против как говорится чего эффективнее используется какое-то пленое оружие определенное оружие тогда ты жилец если ты все это поймешь раскусишь и как говорится осознаешь ты жилец если просто по надеюсь на то что но мне блять повезет у меня типа пушка большая тогда пиздуй нахуй отсюда в таких аркадных шутеров десятки везде разработчики делали одни и те же фатальные ошибки делали глаза вырывающий дизайн противников и оружие но совершенно не знали как их правильно использовать противники были однотипные закидывались мясом а блять фуда и катаны уберите пожалуйста ведь сам что это делать человек который занимался думами ромеры какого хера большая часть вооружения не использовалась в принципе такая методика подходит для crimson lands или элен шутер ты в них играешь несколько дней тебе все нравится но про нее ты максимально быстро забываешь ибо на многое такие игры не претендуют да и ты от них ничего особенного не ждешь сделать хороший аркадный шутер намного сложнее чем call life duty с искусственным интеллектом у рыб и такое ощущение что мало кто это понимает все до сих пор кричат что дума то просто дробовик и просто кровь но что нам показали в doom 16 разработчики сделали рейдовое подземелье в мморпг только босс рейда это протагонист апатии игроков это противники демоны в несут за собой определенную функцию кто-то танкует кто-то харассит издали кто-то саппортит своим а кто-то по всей видимости изображает нуба как и в серьезном сэме комбинации противников побуждают использовать разные тактики разное оружие и разное перемещение по арене ведь ландшафт в аркадных шутерах тоже играет немаловажную роль к тому же разработчики прикрутили такую замечательную возможность как добивание не просто для жестокости но которая делает противников полезными ведь сломав демону шею вы получите здоровье или патроны а это заставляет рваться на передовую и постоянно находиться в сражении именно поэтому в отличие от call of duty или gears of war в аркадных шутерах нужно учиться думать стремительно ты не расстреляешь всех из укрытия не восстановишь себе здоровье просто отсидевшись тебе нужно постоянно двигаться постоянно держать кучу переменных голове выцеплять самых опасных противников создавать цепочку действий запоминать где лежат патроны и аптечки мгновенно принимать решение и это все еще для вас простой жанр магия в том что все это может звучать сложно но осваивается и нет я даже не надеетесь на это я так на самом деле думал пас на когда скачал первый раз дум первый раз пробовал думал что сейчас принципе будет нормально уж ну что-то рок учет такого что мне сложно могу дать а я еще никогда так в жизни ошибался активно и как лучших представителях игровой индустрии дум легко освоить но трудно стать в нем лучшим когда разберешься и привыкнешь начинается тот самый эффект спина мозгового месилова которым все говорят или если по новомодному ловишь флоу дум 16 в этом был хорош но он долго раскачивался пока разработчики вывалят всех противников и оружия пока игрока научат чё к чему игра уже заканчивалась думы тернала которым я наконец-таки начинаю говорить эту формулу улучшил он уже не учит игрока вот дробовик вот кракозябра чё делать разберешься сам и этот дух стремительности происходящего не уходит до самого конца после eternal doom 16 ощущается ну дико медленно все дело в том что разработчики языцовтер убрали ненужное приседание добавили одну простую вещь дэш стороны и это лучшее что вообще сегодня может существовать уворачиваться в самый последний момент из-под удара рыцаря ада и тут же влупить по его морде дробью какой же кайф теперь ты не просто стрейфишь кругами по арене ты теперь носишься как кошка в ванной хрен тебя поймаешь сражение от этого только выиграли такой стремительности происходящего можно было только мечтать плюс привычному арсеналу который почти не отличается дум 16 добавились гранаты и огнемет и кто ж знал что в аркадных шутерах эти устройства будут не только полезны но еще и научились наводить экшон я вообще не любитель гранат я про них обычно забываю но противники вы тернал бьют заметно больнее чем прошлой части засиделся пару секунд уже пол здоровья нет поэтому взрывать или замораживать особо вредных демонов чтобы выбить себе пауза на полечиться и собрать патронов вы будете часто но не только здоровьем а жилья пак того насколько говорится здесь очень грамотно сделаны сами арены и что ноги из этих фильм из многих фишек типа те же это лезвие например который можно по нажатию кнопки вывести грамотно работают если вы поняли тот тайминг если вы грамотно подгадали и поместили врага туда все пожалуйста кровавое месиво если вы почувствуете самый флоу и ощущаете те самые арены я не знаю это нужно именно попробовать и ручкой постоянно патронов тоже не достает это поначалу действительно смущает тебе каждую битву нужно активно пользоваться бензопилой и я согласен это непривычно но многие посчитали это минусом но какой же это минус когда бензопила делает брбббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб Рядом с тобой всегда есть противник, которого можно разрубить. И особенно мне непонятен этот минус, потому что в игре есть слабые точки, что тоже считают минусом. У большинства противников есть места, уничтожив которые вы либо тут же их убьете, либо заметно их ослабите. И это почему-то не понравилось некоторым, потому что теперь, видите ли, вы используете снайперский прицел на автомате, который эти слабые точки уничтожает. Выбираете определенное оружие под определенного врага и каждые несколько минут используете бензопилу. А это не дает нормально пострелять вдоволь, нужно постоянно отвлекаться. Правда? То есть для некоторых вот такой геймплей... ...лучше, чем вот такой геймплей. Ебаная танго с пушками. Гребаный идеальный выверенный танец с железным, замечательным другом в руке. И в софтвер создали... Что вам еще нужно для счастья, суки? ...вполне очевидную штуку. Сделали все полезным. Здесь нет стартового пистолета, которым бы никто не пользовался. Здесь каждое оружие используется в течение всей игры, что вообще феноменально для любого шутера. Причем у вас все равно остается пушка фаворит, с которой вы бегаете большую часть времени. Eternal не работает по схеме, дай мне дробовик и будет нормально. Теперь надо жонглировать оружие. И модификациями, сносить слабые точки, запоминать какой снаряд сколько сносит и как скомбинировать урон, чтобы быстрее всех выпилить. Ну и конечно ты теперь не будешь экономить бр-бр-бр-бр-бр на самый критичный случай, потому что критичный случай теперь случается в каждом бою. Адреналиновое? Для любителей зажать гашетку и бегать кругами это конечно сложно-сложно непонятно. Но разве такое разнообразие внезапно делает геймплей Doom Eternal скучным? Серьезно? Ну да, это же не Call of Duty, где одни и те же модели врагов с одной и той же тактикой использовались 10 лет. Привычно же зато. Это же не тот взрывоопасный геймплей Doom A3, где ты стоишь за углом выстреливая всех по одному. Это скучнейший Doom Eternal. Прыгаешь вот это вот везде. Low Mnition постоянно, потому что надо целиться в противников, они рядом с ними. Как же отвратительно. Я действительно не понимаю, как можно назвать Doom Eternal скучным. Тут даже для всего есть внутриигровые советы и гайды, даже хреновые комнаты симуляции из Rage 2 прикрутили, чтоб не ныли, чтоб разобрались. Но нет, скука смертная. При этом для таких душнил даже есть читы, которые нужно находить на уровне, которые вообще никак не влияют на прогресс. Если нашел, пользуйся когда захочешь. Создавай тот геймплей, который хочется. Хоть стой на одном месте и изображай турей. И кстати говоря, чит на скорость я бы сделал постоянным. Сражение под спидами становится еще лучше. Основной геймплей в Doom Eternal не просто хорош. Он выверен, вылезан, блестит и вкусно пахнет. Здесь все устроено в угоду скорости и экшена. Даже тот самый ненавистный многим платформен. Единственный его минус это анимации. Они действительно выглядят кривоватенько. И проблема не в том, что непонятно куда прыгать, а в том зацепишься ты или нет. Эта проблема не фатальна, к ней можно привыкнуть. Но хочется, конечно, чтобы в такой прекрасной игре и механика прыжков работала идеально, а не мозолила глаза. Ну, тут действительно можно как-то подправить. Возможно, в принципе, они думали, что это не особо важно будет, что мало кто заметит. Но, да, нужно как минимум поправить, сделать анимацию как-то плавнее, что ли. Да и все балки зачем-то позолотили. Не, ну понятно, это чтобы они были заметны в окружении, но зачем делать из них объект цыганского вожделения? А вот сама концепция местного паркура мне более чем нравится. В сражениях балки придают еще больше динамики и подвижности. А между сражениями паркур поддерживает стремительность передвижения, а не заставляет по пять минут бегать туда-сюда, как в Doom 16-го. Да и на самом-то деле паркурных этапов не так много, чтобы называть Doom Eternal Марио с пушками. А даже если называть, то почему это вдруг плохо? Это изумительно. Если в следующей части разработчики доработают паркур и приблизятся к Дефрагу, я орать буду от счастья. Потому что Дефраг — это волшебство, это скил, это надо обязательно. Бефесда, если слышите, пацанам нужен брутальный Дефраг, дворами просят. Так, сразу. Набираем 2 миллиона просмотров и лайков, выходим в рекомендованных у Туда Говарда и делаем следующий Doom Infinity какой-нибудь вместе с id Software, не упускаем такую возможность. И кстати, паркур в Doom Eternal является частью следующего распространенного минуса — похеренная атмосфера. Doom 16-го ругали за однотипность и скучность локаций, и справедливо. Там был Красный Ад, Красный Марс, Серая Лаборатория, Синяя Лаборатория, Серый Завод с Желтым Освещением и Серый Завод без Освещения. Не, ну в принципе, скажу так, мне нравится думать, что ты, первый Doom, имеется в виду, 16-го года, тем фактом, что он выдерживает атмосферу до максимума. То есть реально такая лаборатория, строгие коридоры, да, где-то залитые, как говорится, кроваво-красными яркими цветами из-за того, что там Марс, либо из-за того, что там переплавка идёт. Вот мне это нравилось, не знаю, мне лично, внешность дума, именно 16-го года, действительно нравилась. Вот такой-то, знаете, вот, она до времени такая сдержанная, технологичная, но в некоторых моментах прям такая кровавая, жёсткая, да, говорится, всё дело доходит до ада, это прям вообще моё почтение. Это даже звучит скучно, но как внезапно оказалось, в Doom 16-го был реализм и мрачность, за которую, опять же, оказывается, все Doom 16-го и полюбили. Появилась эта любовь, правда, только с выходом Doom Eternal, как... Угу, ну это как в Джорджу, что, типа, выходит новый опенинг, ебаное говно, фу... Что это за говнище, как это слушать можно, вы чё, чё за кал? Следующий опенинг, фу, какое говно, что за... что за опенинг, и... Блин, это предыдущий был пиздатый, вот это было пиздатый, сделано круто, классно, атмосферно, а это... Чё за говно, и так по кругу, блин, начиная с чейза, ёбаный рот. Я, блядь, я не знаю, я уже заебался, чё с тебя, но, блядь, этот факт, что как только что-то меняется, хоть чуть-чуть, сразу начинается, раньше, блядь, было лучше. А, стоп, нет, раньше было хуёвее, нет, теперь хуже, а раньше, вот там, не знаю, позавчера было лучше, хотя позавчера до этого было говно. Который называют ярким, детсадовским, праздничным и вообще не атмосферным. То есть, вот это вот вообще не атмосферно, вот это вот вообще ни разу не мрачно, вот это вот вообще полно... Да вообще, чё, чё, вот это яркое, чё, чё, голубое, в думе, в чё, как? Я не знаю, я обожаю вот эти локации, только они прорисованные, их масштабность, их детализация, это просто вот... Это визуальный секс, блин. И вот это называть, как говорится, не атмосферным, вы... Я не понимаю, вам чё, сука, нужно в чёрном-чёрном коридоре? Чёрный-чёрный... Экранизация Дэнфликса. Думгай с чёрным-чёрным пистолетом ищет чёрного-чёрного... Этой же экранизация Дэнфликса. Демона, чтобы зачернить-зачернить его душу чёрной-чёрной пулей в чёрную-чёрную шопу. Я просто реально, а чё вы хотите? Экранная копипаста детского сада Росинка. В чём похеренность атмосферы и... Ага, точно, цветной интерфейс. Патроны ещё умеют не только в оранжевый. А ещё ловушки и платформы, как из детской аркады. Да, не дела, не дела. Это самый тупейший надуманный минус, который вообще кто-либо мог придумать. Почему ты не играешь в Думы Тёрнл? Да там патроны синие бесят. Как? Думы Тёрнл находятся во вселенной, где первый Думгай бегал в смешном шлеме с дыркой для пуза в броне и стрелял из дробовика розового монстра по кличке Кокодемон. У этого же главного героя, который голыми руками разрывает демонов, был ручной домашний кролик, который погиб из-за вторжения ада на землю. А отцом Думгая является парень, который в детстве собирал космические корабли из банок и расстреливал зелёные сопли с глазами. Вас всё ещё смущает цветной интерфейс кровавой игре? Не, я бы понял, если бы интерфейс настолько сильно выбивался, что его невозможно было бы игнорировать, но ты его просто не замечаешь, пока следишь за десятком демонов сразу. Ну никак он не может разрушить серьёзную атмосферу. Знаете, где атмосферу действительно похерили? Вот чтобы вам было с чем сравнить. В серьёзном Сэме 2, да, превратив вот это, Ну, тут, блядь, даже не поспоришь. Как бы ни было хорошее геймплей, но... Ёбанное, укуренное, месивое. С попыткой пошутить во всём, про всё, и, как бы, знаете, сделать свою собранную укуренную версию Шрека, где мы смеёмся над тем, над этим, над тем. А в итоге, блядь, в некоторых моментах вообще не смешно. От былой брутальности не осталось вообще ничего. Одна клоунада с попугаем с рущем на ноги. Так что с атмосферой в Думе всё в порядке. Она по-обычному брутальна, серьёзна и бесхитростна. И вот это, как по мне, уже можно вписать как недоработку. Дело в том, что разработчики решили расширить лор и сюжет. Но сделали они это, ну, очень скромненько и боязливо. Не было бы этого лора, никто бы и внимания не обратил. Ну, всё по заветам Кармака, типа, шутеры, топорные, прочее, прочее. Но лор добавили. Причём лор такой, что он начинается чуть ли не с рождения галактик. Там лазят какие-то космические титаны, из которых рождаются другие титаны. Которые рождают ещё каких-то существ, которые в конечном итоге создают какую-то неведомую хренотень. Потом из этого вытекают локальные сторисы. Игра престолов с властелином колец и звёздными воинами в одном флаконе. И подаётся это всё в документиках, которые нужно искать по уровню. Будете вы это читать? Не думаю. Поможет вам весь лор проникнуться думгаемой во вселенной? Тоже нет. Это просто... Ну, тут, как говорится, кому как. Честно, я особо не люблю документы в отношении того, когда, знаете, там, вам дают игру. Типа вы втягиваетесь, но в итоге... А хочешь понять сюжет? Вот тебе тысяча бумажек, которые ты сначала должен найти. Потом почитать. Потом всё это скомпоновать в своей голове, чтобы понять единый сюжет. И вот тогда мы уже с тобой поговорим. А может не поговорим? Я не люблю такое говно, честно говоря. Ну, где-то, понимаете, в некоторых играх это ещё как-то работает. Окей. Кое-как с натяжечкой это работает Breath of the Wild. И то со своими минусами. Потому что реально сюжеты самого там с Гулькин-членов, хоть и геймплей великолепно выточный. Прям как надо. Но весь самый сок о том, что происходит с Плицессой Зельдой, почему там в Королевстве всё это говно происходит, нужно именно что изучать по дневникам. Просто монолит информации, который читаешь чисто из интереса. Но из этого лорного монолита проистекают события, которые показаны в игре катсценами. Мы встречаем какого-то короля один раз, какого-то предателя один раз, видим местные вьетнамские флешбеки два раза. Информативно? Нет. Важно? Нет. Интересно? Весьма. Вот ты смотришь на этого короля, например. Кто он? Что он? Почему он синюшный? Идёшь в документы, читаешь про короля, а там написано. Был король, суровым был, да умер вот. Вау. Интересная особенность у этого лора. Ты вроде его читаешь, а ничего не узнаёшь. Хочется же ведь больше. Тут намекают про какие-то личные драмы, но не показывают их. Тебя всё время убеждают, что все страдают, и этого не изменить. Но те выжившие, кто может страдать, этого особо не делают. Они просто сидят грустные или ошарашенные. И почему мы должны вдруг переживать, не совсем понятно. У Думгая есть только одна мотивация. Убить всех демонов. И эта мотивация не дополнится ничем другим. И это хорошо. Ведь Думслейер Ветёрнул просто потрясающе. Его харизматичное молчание уделывает всех Моргана Фрименов. Он настолько брутален, что может сесть и играть в Animal Crossing или баловаться с куклами. И ему никто ничего не скажет, потому что он пальцем головы крошит. И был бы здесь только пахеризм Думгая, который рвёт шаблоны окружающих, всё было бы нормально. Но нам кинули в лицо статистов, намекнули на глубину и драматичность происходящего, решили, что этого будет достаточно. Нет, недостаточно. Из заведённого лора и персонажей ты тут же... Эх, у нас же там ещё дополнение есть, которое вроде бы неплохо, вроде бы вообще не в кассу. Не знаю, честно, я не воспринимаю дополнение как что-то прям-таки нужное. Ты ощущаешь, как не смогли или даже не захотели реализовать заложенный потенциал истории. Тут мог развернуться мега пафосный драматический эпос, который высмеивался и разрушался бы прямолинейным Думслейером. Ведь когда мы играем за Думслейера, мы не восприимчивы к драме и всеобщим страданиям. Мы слишком круты для этого, в отличие от всех остальных. Знаете, как я вижу идеальную сюжетную схему в Дум? Вот есть, например, смерть Муфасы в Короле Льве, да? Мы уже все страдаем, не можем прятать слёз, нам всем грустно. Но приходит Думслейер, вырывает мозг Муфасы и пересаживает его в гигантского робота, который помогает Думслейеру уничтожить злобного демона. Муфаса теперь суперкрутой робот, шрам разорван пополам за предательство, а голова главного демона теперь висит на стене трофеев. А как грустно-то всё начиналось. И вот примерно вот такое в игре есть, но в очень маленьком количестве и не до конца докрученное. И получается, что ты постепенно готовишься к чему-то мега-крутому в сюжетном плане, что сейчас понесётся волна эпичности и космических масштабов, но история в один момент застревает и больше не двигается. Сценаристы свели всё к убей всех. А ответы на вопросы дадут в следующей части. Человек благоразумный скажет, что сюжет никогда не являлся сильной стороной в аркадных шутерах, и будет прав. В Doom Eternal на троне сидит геймплей, и его величие затмевает все мелкие косяки и придирки, которые можно найти в игре, и сюжет в том числе. Но это сработает только в этот раз. Если в следующей части софтер не разовьёт историю и не придумает, как её грамотно интегрировать в механику аркадного шутера, то игроки припомнят все God of War'ы с Ласт оф Асами. Геймплей уже идеальный, пора развивать другие сферы игры. И, кстати, не только сюжет, но и мультиплеер тоже. Не знаю, что там случилось в студии, но они решили отказаться от всех привычных мультиплеерных режимов в пользу одного нового. И сказать много чего про него не получится. В режиме с оригинальным названием Battle Mod играет три игрока. Два демона против одного думгая. В течение нескольких раундов демоны, кооперируясь, пытаются уничтожить Doom Slayer, вызывая демонов-помощников, строя против него многоходовочки и используя свою демоническую магию. Doom Slayer, в свою очередь, должен выжить и убить двух демонов, используя все свои возможности. Играется интересно и забавно, но недолго. Какой-то глубокой глубины тактических возможностей в этом режиме нет, а других просто не завезли. Battle Mod действительно неплох, но его не хватает, чтобы заседать в мультиплеере Doom'а и выбивать скинчики. Стандартных режимов все же не хватает. Согласен, что типичный аренный деф-матч глубоко устарело, играло бы в него не так много людей, но не думаю, что и в Battle Mod понесутся толпами. Может, когда-нибудь в будущем Battle Mod разобьют или добавят новые режимы? Nope. Ну, может быть, какое-то развитие и было, но скажу так. Ну, оно не такое уж-то и значимое, как сам геймплей. Понимаете, в чем проблема? Геймплея именно одиночной кампании слишком уж превалирует над мультиплеером, который, ну, правда, он вроде неплох, но он лишь на пару разков. Он не вытягивает того, чтобы хотелось большинству людей для того, чтобы, ну, наслаждаться всем этим великолепием. Он не вытягивает мультиплеера. Кто знает, но пока имеем, что имеем. И что же в итоге? Как вы уже поняли, да, я обожаю аркадные шутеры, и Doom Eternal заочно попал в мое сердечко еще до релизы. Но он ведь и правда великолепен. Он не скатился, как пейнкиллер, не стал дико спорным, как серьезный с М3. Doom Eternal правда хорош. В игре убрали то, что надо было убрать, и добавили то, что сделало ее лучше. И я мог не убедить вас в том, что Doom 3 плохая игра, вам до сих пор может не нравиться атмосфера детского сада и платформинг, вы можете плеваться от простенького сюжета в игре 2020 года, но это не умаляет того, что Doom Eternal великолепнейшая игра с великолепнейшим геймплеем, где ты берешь пушку в руки, становишься пациентом дурки и несешься напролом через десяток монстров. И это весело, и это круто. И это, как мне кажется, самое главное. Если хотите больше обзоров, то оповесите об этом в комментариях, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Может расскажу, чем действительно был так хорош ремейк Resident Evil 2, например. А у меня на этом пока все. Пис вам, люди. Не помню, почему я хотел про этот ролик у него. Пока. Ну, что же, ребята, вот такой вот он лучший обзор Doom Eternal. И во многом я реально соглашусь. Ну, кроме позиции по поводу Doom 3 и несостоятельности других вещей. Это прекрасная игра. Это реально великолепная игра. Отлично. С динамическим, прям очень динамичным, быстрым, чокнутым геймплеем, который вам нужно опробовать. Понимаете? Просто лучше не слушайте людей, которые вам говорят, что он либо супер хорош, либо супер отвратительный. Вы должны сами взять и опробовать его. Прям хотя бы разочек. И тогда вот вы поймете и почувствуете, нравится вам такое или нет. Так что тут дело во многом вкуса. Но лично я, я, блядь, полюбил этот геймплей. Он хорош, он выглядел, он классный. Он не отпускает тебя, блин, буквально бьет за шкиру, как котенка. И пока, как говорится, ты не найдешь, да, говорится, либо конца, либо, ну, не устанешь, само собой, глаза не устану. Там пальцы тебе ставят от контроллера или от мышки с клавиатурой, что лучше уж, как говорится, намного лучше. Реально, играйте лучше в колосковую мышлю. И тогда он тебя, может быть, отпустит. Может быть! Но в любом случае ты все равно вернешься. Возьмут тебя за шкирку и снова вернешься. Ибо это, сука, охренительная игра. Ну, в отношении графики я вообще молчу. Движок реально хорош, настолько хорош, что он даже запускается на слабеньком железе портативной консолечки. Поэтому, ребята, обязательно пробуем эту игру, поддерживаем в лунжате. Само-своя подписочка, лайк, побольше комментариев для продвижения видео. Не забываем про колокольчик, чтобы не пропускать новые реакции. И спокойной ночи, дружки-пирожки.